Отремонтировать дорогу, построить дом культуры, помочь многозетной семье. С такими просьбами главе республики сегодня обращались жители Чувашии. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дорога Шаркистры-Аниш, вот она, на карте со спутника, не видела капремонта долгое время. С просьбой помочь решить эту проблему главе региона из Урмарского района приехал Петр Алексеев. Михаил Игнатьев отметил, что к работам удастся приступить в следующем году. Вопрос мы разрешим, однозначно. Тут ни у кого никаких сомнений должно быть. Только на 2019 год мы заложили почти 27 миллионов рублей в Урмарском районе. Почти 27 миллионов рублей. И в 2020 году более чем 27 миллионов рублей. И так по годам расписывали. Просьба от жителей деревни Акшики Марпасадского района провести водопровод. Люди питьевую воду набирают из колодцев и родника. Но своими силами и силами местного бюджета, наверное, мы это не осилим. Почти 10 миллионов рублей на водопровод 3 километра с учетом всех тех коммуникаций, где надо колонки ставить, чтобы люди могли взять. Кто-то с этого водопровода к себе домой уже может провести водопровод. Это вообще другие жизненные условия практически будут. Чтобы к 15 ноября, 15 ноября до 2019 года, чтобы водопровод заработал. Вопросы на приеме задавал и глава региона. Михаила Игнатьева интересовала, как в деревнях обстоят дела с вывозом мусора. Вера Николаева говорит, на улицах стало чище. У нас по деревне установлено три контейнера. На каждой улице по одному контейнеру. И народ у нас мусор складывает в контейнеры. Насчет цены я не слышала, чтобы особо они возмущались. Но, наверное, каждый понимает, что сегодня уже за собой надо как-то ухаживать, что вывоз мусора – это, возможно, тот вопрос, который не был решен еще давно. Житель села Красные Читая обратилась к Михаилу Игнатьеву с просьбой реставрировать здание Народного музея. Объект культурного наследия республики был возведен 120 лет назад купцом и благотворителем Михаилом Таланцевым. Здесь хранятся уникальные экспонаты. Памятник истории включен в приоритетный план. На реставрацию в бюджете региона заложили более 7 миллионов рублей. Мы за что беремся, все доделаем до конца. На полпути никогда не остановлюсь. Поэтому я дам соответствующее задание министру культуры, главе администрации Красно-Читайского района, чтобы по ходу отслеживали, подключали вас, неравнодушных людей. Откроем месте с селянами, активистами в следующем году, в декабре 2019 года. Владимир и Марина Смирновы воспитывают пятерых детей. На прием главе региона смогли приехать не все, а старшая дочь на учебе в Нижегородской области. Дружная семья мечтает переехать в новую квартиру. Сейчас приходится ютиться в двух комнатах. Глава республики отметил, что жилищный вопрос Смирновых решится в следующем году. В очереди нуждающихся многодетная семья, первая по счету. В среднем, в целом, по республике, в течение 5, максимум 6 лет, все семьи, где количество детей 5, они получают квартиры или строят сами дом. Реально, вы в первом полугодии уже эти средства через район получите, даже, может быть, чуть-чуть раньше. Бюджет я его подпишу, сейчас 18 декабря уже Госсовет. Все обращения глава региона взял на контроль. Многодетную семью Михаил Игнатьев поздравил с наступающим Новым годом, вручил подарки и билеты на республиканскую елку. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.